Изначально памятник воину-освободителю планировали установить здесь к 9 мая, но из-за предпраздничной суеты задержались всего на два дня. Успели только выложить плиткой площадку у будущего мемориала. Волонтерская группа Самарской школы номер 92 обнаружила скульптуру случайно на территории одной из городских автобас. Как предполагается, это был памятник водителям автоколонны, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мы были в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, у Трыниной Александры Ивановны. Она нам рассказывала истории разные, истории о войне, и показала нам с ее окна был виден памятник, который был в плохом состоянии, заброшенный мусором. И когда мы пришли в школу, мы рассказали это нашим одноклассникам. Называлась эта стела, как мы узнали потом у архитекторов, она называлась «Они сражались за Родину». Памятник стоял в куче мусора, и действительно был, он медный, и действительно был помят во многих местах, грязный. Дети настолько переживали, они со слезами, они готовы были идти куда угодно, просить, чтобы им отдали этот памятник. И вот момент, которого школьники и учителя ждали полгода. Столько времени потребовалось на реставрацию. Работать пришлось много, слишком серьезные повреждения были на теле некогда значимого памятника. Но теперь все исправили, чтобы на 71-м году, со дня победы, у медного солдата началась вторая жизнь. Был побит кувалдой, был, который он автомат, мы что-то выправляли, что-то заваривали, что-то отчеканивали, новые какие-то детали. Теперь памятник навсегда останется на территории школы, напоминая и взрослым, и детям, и о минувшей войне, и о неравнодушии нынешнего поколения школьников и учителей, которые вовремя сообразили, как помочь медному солдату и возродить в городе еще одну святыню. Нам действительно важно, чтобы этот памятник был на нашей территории, потому что мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию. Мы будем проводить здесь посвящение в первоклассники, выпускные мероприятия. Будет торжественное поднятие флага на какие-то государственные мероприятия. И более того, здесь будет также расположена сцена. Официальное открытие мемориала у 92-й Самарской школы еще только предстоит, но уже сегодня прохожие не могли сдержать слез. Видимо, также весной 45-го возвращались домой их отцы и деды. Солдат Красной Армии с победой вернулся домой. На груди орден мужества и медаль за отвагу, а в правой руке триумфальная гвоздика. Прежде чем установить памятник, проведены большие реставрационные работы. Кроме того, композицию решено дополнить звездой памяти, на которой будут написаны имена погибших героев. Звезда непростая. Она сделана из металлоэнергетического котла «Безымянский ТЭЦ», который отработал свой ресурс, а в годы войны снабжал теплом и электричеством более 30 самарских военных заводов. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Не надо, сейчас он сам разберет, сейчас инструмент куда-то... Не надо, сейчас он сам разберет, сейчас инструмент куда-то...